Добрый день, уважаемые товарищи! Сегодня вам предстоит подвести итоги работы МВД за прошлый год, определить задачи на будущее, в том числе с учётом новой стратегии национальной безопасности, где важнейшая роль отведена обеспечению общественной безопасности и поддержанию правопорядка. Отмечу, что в истекшем году в России сохранилась положительная тенденция по уменьшению числа тяжких и особо тяжких преступлений. Меньше зафиксировано убийств, изнасилований, грабежей, разбойных нападений. Улучшилась их раскрываемость. Значительный объём работы выполнен по защите бюджетных государственных средств от разного рода криминальных посягательств. Больше стало раскрываться преступлений прошлых лет, из которых каждая четвёртая относится к категории тяжких и особо тяжких. В истекшем году на 9% уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий. Безусловно, всё это позитивные результаты деятельности ведомства, и эти результаты нужно наращивать. Но вот с этого момента перейду уже и к проблемам, а их много. Базовая задача, о которой мы говорили на коллегии в прошлом году, пока не решена. А это выход на качественно новый уровень работы всей системы МВД, обеспечение кардинального перелома ситуации с преступностью. Ведь именно этого ждут от вас граждане страны. В 2015 году зафиксировано почти 9% рост числа преступлений. Может быть, это результат объективной статистики, что, естественно, хорошо, но то, что преступность растёт, плохо. Как и раньше, остаётся нераскрытым практически каждое второе преступление. На что хотел бы обратить внимание. Первое. Обеспечение безопасности граждан в общественных местах. В 2015 году рост преступлений, совершённых на улицах, составил 9%. Требуется перегруппировка сил, совершенствование работы дежурных нарядов, более широкое использование технических средств. Надо в полной мере использовать помощь общественности. Значительная законодательная основа для этого сформирована, и уже сейчас полиции помогают нести службу около 200 тысяч народных дружинников и казаков. Крайне важным считаю и более активное участие региональной власти в обеспечении общественной безопасности. Второе. Больше внимания необходимо уделить профилактике правонарушений, в том числе среди молодёжи. А между тем количество преступлений, совершённых несовершеннолетними или при участии несовершеннолетних, в 2015 году увеличилось почти на 4%, 3,8%. Кстати говоря, за последние 5 лет в полтора раза больше стало совершено правонарушений людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Люди, находящиеся в зоне риска, подверженные криминальному влиянию, должны постоянно находиться в поле зрения полиции, соответствующих структур МВД. Конечно, мы с вами понимаем, что основная нагрузка здесь падает на службу участковых и уполномоченных. И, надо сказать прямо, они действительно ведут большую напряжённую работу. Однако без решения всего спектра проблем, существующих в сфере профилактики преступлений, трудно рассчитывать на качественное оздоровление криминальной ситуации в стране. Надо чётко определить компетенцию всех субъектов профилактической деятельности – полиции, региональной, местной власти. Сделать всё необходимое, чтобы ускорить принятие федерального закона об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации. Уважаемые коллеги, вы знаете также об инициативе Верховного суда. Верховный суд предложил перевести ряд составов преступлений, не представляющих большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений. Это действительно даст многим оступившимся людям, особенно молодым людям, возможности справиться. При этом нужно сделать всё, чтобы удержать их от рецидива, от того, чтобы они вновь не приступили к закону. Подчеркну, это в том числе и задача МВД. Третье. Дополнительных усилий требует раскрытия и расследования экономических преступлений и рейдерства. Ваша задача – надёжно защитить от преступников интересы государства, права, интересы и собственность граждан, в том числе тех, кто честно ведёт свой бизнес. Вы знаете, что принято решение о создании рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства. В марте состоится её первое заседание. Рассчитываю, что представители МВД, эксперты ведомства активно включатся в деятельность этой структуры. Мы с министром об этом говорили, и надеюсь, что так оно и произойдёт. От нашей с вами в данном случае совместной работы на уровне администрации президента многое будет зависеть. Потребуется совершенствование нормативной базы, работа правоохранительных органов так, чтобы минимизировать, исключить возможность для давления на предпринимателей, для использования разного рода заказных дел, для передела собственности и других корыстных целей. Это важнейший принципиальный вопрос и для улучшения делового и инвестиционного климата, и для оздоровления самих правоохранительных органов, для повышения общественного доверия к их работе. И ещё два последних года отмечается снижение числа преступлений коррупционной направленности, выявленных органами МВД. Здесь, конечно, нужно, уважаемые коллеги, внимательно посмотреть на реалии, проанализировать ситуацию. Если действительно коррупционных проявлений стало меньше, ну и, слава богу, тогда мы добиваемся какого-то положительного результата. А если это просто результат того, что мы с вами, имею в виду МВД, снизили активность по этому направлению, то это, наверное, не самая основная цель, к которой мы стремились. То есть, наоборот, работу по этому направлению нужно усилить, но, разумеется, не для отчётности, а для оздоровления ситуации в экономике, для повышения доверия к органам власти в целом. Значимым событием в жизни страны станут и предстоящие выборы в Государственную Думу, а также региональные и муниципальные органы власти. Задача МВД – надёжно обеспечить общественный порядок в период подготовки и проведения выборов. И, конечно, нужно выявлять и жёстко блокировать любые попытки криминала пробраться во власть. Четвёртое. В зоне вашей ответственности работа с экстремизмом и терроризмом. МВД, все правоохранительные органы и специальные службы должны наращивать работу на упреждение, пресекать деятельность радикалов, пытающихся использовать националистические, экстремистские лозунги, а также криминальных группировок, которые, как мы знаем, порой сращиваются и с террористами служат для них источником финансирования. Также нужно усилить сотрудничество с зарубежными партнёрами по линии международных организаций, прежде всего, конечно, Организацией Объединённых Наций, ОДКБ, Шанхайской Организацией Сотрудничества. Серьёзного внимания требует ситуация с незаконной миграцией. Это комплексная задача, и решать её в рамках своих полномочий должны все органы государственной власти. Мы видим с вами, что творится на границах Евросоюза. У нас нет такой острой проблемы, слава богу, в том числе благодаря вашим усилиям. Ну и нельзя допустить, чтобы что-то подобное у нас происходило. Хотя мы понимаем, что проблема у нас острая. У нас миллионы мигрантов, прежде всего, конечно, из республик бывшего Советского Союза. Нужно сделать так, чтобы и они жили в нормальных условиях, трудились там, где их берут на работу, чтобы они исполняли законы Российской Федерации, традиции народов, среди которых они живут, и так, чтобы это не создавало проблем на рынке труда у нас внутри России, чтобы не вызывать раздражение граждан Российской Федерации. Это очень тонкая, специфическая, но чрезвычайно важная работа. И в сфере экономики важна она, и в сфере социальной стабильности. Я прошу обеспечить тесное взаимодействие всех заинтересованных структур и оперативное решение вопросов, связанных с выявлением и пресечением правонарушений в данной сфере. И, наконец, необходимо продолжить работу по совершенствованию боевой подготовки внутренних войск. Части и подразделения проявляют себя достойно, должны постоянно находиться в готовности и совершенствовать своё мастерство. Уважаемые коллеги, рассчитываю, что все вы будете действовать грамотно, оперативно, профессионально и добросовестно, чётко решать поставленные задачи в интересах страны и её граждан. Несмотря на проблему, которую я обозначил, мы видим, что органы Министерства внутренних дел работают напряжённо и стремятся к выполнению задач, которые формулируются перед вами жизнью, народом Российской Федерации. Я хочу вас поблагодарить за работу и хочу пожелать вам успехов. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ